Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я буду готовить пшеную кашу. Вот такую вот, желтую кашу. Оказывается, многие ее просто не любят. Я, в том числе, вообще каши для меня лучше всего картошка. Но я хочу вам рассказать, как нужно готовить пшеную кашу, чтобы она не была горькой, и чтобы она была рассыпчатой и вкусной. Что же нам понадобится? Нам понадобится каша, то есть крупа. Мы будем брать, вот я буду варить на полстаканчика. Ну, насыпаем полстаканчика крупы, она наварится. Так, полстаканчика крупы у нас. Что нам нужно сделать? Для того, чтобы каша не была горькой, нужно кашу, то есть крупу, хорошо-хорошо промыть. Ну, вот мы берем мисочку, всыпаем сюда крупу и хорошо ее промываем под проточной водичкой. Будем промывать мы до тех пор, и ручками хорошо вот так помешивать до тех пор, пока водичка у нас не станет здесь бесцветной. Итак, я промыла кашу, то есть крупу, 7 раз. И вот у меня водичка здесь бесцветная, чистенькая. Теперь я взяла кастрюльку, в которой я буду готовить кашу. Каши хорошо готовить в алюминиевых, в нержавейках, в кастрюльках. Тогда они не прилипают, не пригорают. Поэтому, ну, если нет такой кастрюльки, значит, готовьте в любой, какая у вас есть. Итак, когда мы промыли, процедили водичку. Вот я уже процедила водичку. Так, процедили водичку. Теперь в кастрюльку я просто без нормы наливаю немножечко водички, не солю ничего, и сюда же вот кашу эту, полстакана каши я сейчас сюда засыпаю. Для чего? Засыпаю я это для того, чтобы... Больше огонек делаем. Чтобы сейчас прокипит каша. Ну, она вот сейчас, через 2 минуты, она закипит. Мы тогда возьмем и водичку эту выльем. Для чего? Для того, чтобы она не была горькой. Вот почему? Многие не любят кашу эту, потому что она горчит. Но если вы правильно будете готовить такую кашу, она у вас никогда горчить не будет. И к тому же эта каша очень-очень полезная. Очень-очень. Вот я вам расскажу, сниму видео, что эта каша очень хорошо помогает при годышке. Итак, готово. У нас закипела водичка. Не нужно, чтобы она там варилась долго. Только-только начала вот булькать, закипает. Мы берем эту водичку и сливаем. То ли на друшлачок сливаем, то ли сливаем просто так. Вот тут водички мало. Вот я сливаю сюда в мойку. Она сейчас сразу и уходит. Эта горечь, которая здесь вот у нас в каше, все, она у нас здесь будет в мойке. Все. Теперь самое главное. Сколько же водички нужно наливать в эту кашу? Оказывается, во все каши, гречка, рис, другие каши, всегда идет норма 1 к 2. А в этой каше, в пшеной каше, идет норма 1 к 4. Если я сюда насыпала полстакана крупы, значит, мне нужно сюда насыпать, налить 2 стакана водички. А если вы возьмете 1 стакан крупы, значит, вы сюда должны налить сколько? Правильно, 4 стакана. Вот у меня здесь полстакана крупы и 2 стакана водички. Ну, а теперь, конечно, мы посолим. Обязательно. Ну, я, как всегда, солю крупной солью. Если вы будете солить мелкой солью, значит, по чуть-чуть, сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть пробуем, чтобы кашу не пересолить. Итак, все, огонек мы делаем сильнее. Посолили. Теперь накрываем крышечкой. Сейчас вот как закипит, мы сделаем огонек поменьше. Накроем тогда крышечкой и пусть она потихонечку тылысуется, то есть варится, уваривается. Если у вас появляется пенка, а она не просто если, она обязательно появится, вот теперь как начинает закипать, обязательно появится пенка. Берем мы или ложечку, или шумовочку, и хорошенечко вот так вот собираем всю пенку, чтобы у нас кашка была прозрачная. Все. А потом, когда закипит, мы делаем огонек поменьше. У меня еще не закипело. Вот появляется пенка, я все время буду ее снимать, пока жидкость не станет у нас прозрачной. Итак, у меня прошло уже 10 минут. Мы открываем крышечку и смотрим. Она уже, каша уже, она у нас уже, вот насытилась водичкой, она уже набухла и уже почти готова. 10 минут всего лишь прошло. Вы время от времени открываете крышечку. Вы знаете, я это рассказываю, вот и снова кто-то скажет, ну что она так досконально рассказывает. Я рассказываю для тех молодых, которые не знают. А, конечно, которые опытные хозяюшки, они знают. Но, кстати, даже есть опытные, которые этого и не знали. Итак, время от времени мы открываем крышку, берем ложку и вот так вот берем, не мешаем вот кашу, а мы просто кашу вот так берем от краев и до серединки. Вот так вот ее подгортаем, то есть в одну пучку, в одну горку, чтобы она не пригорала. Все, вот 10 минут прошло, еще вот посмотрим, сколько у меня эта каша сварится. Так, дорогие мои, пока она варится, я хочу вам сказать следующее. Эту кашу варите не нужно, когда она, чтобы вот варить, и чтобы она вот посмотреть, чтобы она была тугая вся. Нет, эту кашу нужно выключать тогда, когда она будет еще немножечко вот редковатая. Почему? Потому что у нее такая способность, у этой каши пшеной, она очень сильно застывает. Вы можете, вот когда вот прошло там сколько, будете смотреть и пробовать, вот она уже почти готова. Вы можете эту кашу взять и в духовку поставить на 5 минут. Она раскроется и будет тогда вообще вот такая рыхлая-рыхлая. Это во-первых. Так, во-вторых, вы эту кашу можете кушать, когда вы выключите эту кашу. Вы можете взять луковицу, нарезать меленько, обжарить до румяного цвета и заправить луком с маслом. Будет очень-очень вкусно такая желтая каша. А можете такую кашу кушать просто с оливковым маслом. Будет очень вкусно. Но масло при этом должно быть не горькое. Ну, я, например, если мне горькое попадается, то считаю, что блюдо испорченное, чтобы оно было не горькое. Или обыкновенное масло. Только вот растительное масло всегда подходит к такой каше. Итак, дорогие мои, 15 минут прошло. И каша у меня отварилась. Но это зависит, конечно, от сорта, какая у вас крупа. Так, выключаем. Вот какой показатель. Вот она вроде еще вот и водичка тут чуть-чуть присутствует. Но дно уже, вот вы увидите, что по дну идет, вот смотрите, вот кашка у меня. Вот смотрите, она уже отварилась. Какая она пушистая и хорошая кашка. Но на дне уже начинает приставать. Значит, эта каша уже готова. Я попробовала ее. Она сейчас очень хорошая, мягенькая. Все, мы берем тарелочку. Ну, и берем там, ну, я пару ложечек положу. Ну, насыплю пять, пару ложечек. Хватит, меня хватит. Вот, ну, эта каша очень-очень полезная. Поэтому каши нужно кушать. Смотрите, вот у меня кашка. Сейчас мы ее, вот я вам уже сказала, как можно заправить ее. Ну, я заправлю сейчас оливковым маслом. Вот у меня масло оливковое, не горькое. Поэтому я сейчас его, эту кашку сейчас налью. Вы знаете, что кашу маслом не испортишь. Вот, и я буду кушать, помешаю ее. И вот у меня кашка будет готова. А кто хочет, я уже сказала, луковицу тоже будет очень вкусно. Вот вы помешайте, обжарите. Потом с кашкой и будете кушать. Да, еще, дорогие мои, хочу такой советик сказать вам. Эта каша очень вкусная, разжаренная. Вот вы сварили, да? Вы же все не поели. Или, ну, есть кто делает на семью, там покушали и все. А если вы больше на завтра, допустим, готовите, ставите в холодильник. Вы достаете, она тугая. В микроволновке не нужно подогревать такую кашу. Возьмите сковородку, налейте побольше масла туда и разогревайте кашу в сковородке. Каша будет очень-очень вкусная. Получится, каждая вот эта вот крупиночка, она будет отдельно. И очень-очень будет вкусная. Попробуйте, не пожалеете. Да, дорогие мои, и вот такой советик еще. Эту кашу кушайте очень часто, потому что она очень хорошо помогает от кашля, от одышки. Ну, и очень полезная, короче. Посмотрите в интернете. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Я желаю всем доброго здоровья. Желаю всего, всех благ, благополучия. И, конечно же, чистого неба над головой. До свидания.